Привет, интернет! Извините, что я тут пропала на целых три дня. Я понимаю, что видео май как бы еще не закончился, а я тут что-то разленилась, но Костя приехал и разленил меня, и вот даже сейчас вот я снимаю, а он стоит за камерой и отвлекает меня. Плохой и нехороший. Но я снова взяла себя в руки и готова снимать дальше и продолжать наш челлендж. Так что буду ждать от Гриши нового наказания, ну а для Гриши наказание будет звучать так. Это будет тверк челлендж. Мы все вместе выбрали с вами это наказание на стриме, так что если вы хотите тоже поучаствовать в выборе наказаний, то присоединяйтесь к стримам, которые я провожу по воскресеньям чаще всего. И не забывайте донатить. Потому что я собираю на микрофон, вот. Ну а я, пожалуй, перейду к теме видео. Сегодня по нашей разговорной атмосфере вы снова понимаете, что это пон-пон. Он, конечно, выходит, получается, сегодня во вторник, вот. Но я очень надеюсь, что вы не будете сильно на меня ругаться из-за этого. В любом случае, пон-пон вышел. Это же хорошо, правда? Сегодня будет очень смешная история, прям вот. И очень стыдно. Я, как всегда, долго думала, прежде чем начинать ее рассказывать, потому что, если честно, мне за нее очень стыдно. Но она такая веселая, что я просто не могу ее держать себе. Ну и сейчас будет отдельное обращение к моей маме. Мама, пожалуйста, закрой видео, не смотри его, потому что я не знаю, как тебе смотреть глаза после этого. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, закрой его, не смотри, спасибо. Ну а теперь, когда мама ушла, мы спокойно можем начинать. Начать историю следует с того, что мои папы часто ездят в командировки. И он при этом еще очень любит делать сюрпризы. То есть приезжает он чаще всего внезапно. Как-то раз мы с Костей прогуляли первые пары в универе и были у меня дома. Он был у меня в гостях. Никого в большой доме не было. У нас были немножко сикси тайм, поцеловашки, обнимашки, ну, поняли. Ну, в общем, так сказать, посередине процесса звонок в дверь. А я научилась, что, чтобы дверь нельзя было открыть снаружи, ее нужно не до конца закрыть. И в таком случае дверь можно открыть только изнутри. Я надеюсь на этот замок, что он мне не повезет. Начинаю, правда, натягиваю джинсы, короче, кофту такая вся красная, как рак. Не понимаю, что делать. В дверь раздается второй звонок. Я такая, так, что делать, что делать? С одной стороны, как бы, надо уже отыгрывать до конца. Костя говорит, иди открывай, а я еще джинсы застегиваю. Я такая, нет, нет, короче, это вообще не катит вариант. Мы сейчас скажем, что мы просто никого не ждали, поэтому мы не открыли дверь. Поэтому все так было. Я просто, типа, никому не открываю посторонним. Раздается третий звонок. В этот момент мы уже бежим на кухню. Я резко ставлю чайник, чтобы, если что, сказать, что мы просто сидели на кухне и перечай. И тут раздается звонок уже на телефон. Мне звонит папа. Я такая, папа, привет! Ой, а ничего себе, ты что, уже в России? Ты уже подключил телефон? Папа такой, Маш, давай вот сейчас без этого. А у нас дома гости? Я не вовремя. Тут я понимаю, что за дверью стоят кости на ботинке. То есть папа понимает, что к чему вообще. Я просто такая, начинаю быстренько таратываю, такая, нет, что ты, папуль, да что ты вообще, как бы, нет. Я сейчас прибегу, открою дверь. Папа такой, Маш, давай сделаем так. Я сейчас вещи оставлю за дверью. Ты их просто вкатишь в квартиру, а я просто внизу погуляю, пока вы себя в порядок приведете. Я про себя просто, я не знаю, как можно быть еще более краснее, чем я была в тот момент, потому что мне было так жутко стыдно из-за этого всего. В общем, я такая, нет, папуль, что ты, что ты. Открываю дверь, вся красная как рак, тут подбегает Костя такой с чашкой чая в руке, такой, а мы тут чай пьем, да. Как вкусно, вкусно. Папа заходит, улыбается, все понимает, но я как бы пытаюсь сделать вид, что как бы все нормально. И такая, папульчик, я тебе тоже чай налить, да? В общем, больше мы к этой ситуации не возвращались, но это, наверное, один из самых стыдных моментов в моей жизни. Но самое смешное, что в этой истории есть небольшое продолжение. Как-то раз я пошла гулять и вернулась с прогулки я чуть раньше, чем должна была. Сталя я ключ в дверь, начинаю его поворачивать, а он проворачивается и, короче, не открывает мне дверь. Я думаю, что за фигня? Короче, начинаю звонить в дверь, такая, что за фигня? Ну, неужели у меня что-то с ключом? Понимаю, что, кажется, дверь была закрыта не до конца. На моем лице появляется улыбка, и тут дверь открывает папа. И такой, Машочка, хочешь чай, может быть, проходи, пожалуйста. Мы вот тут чай, мама, пьем. Тут, конечно, мне стало совсем смешно. Все мы были в этой ситуации, и всем нам было в таких ситуациях стыдно. Вот такая вот история. Она получилась, конечно, коротенькая, но я надеюсь, что она вам понравилась. Все равно не меньше, чем все остальные истории. Вот. Ну, а я буду ждать ваших комментариев. Расскажите про самые стыдные случаи в своей жизни. Ну, а сейчас на экране мои самые любимые комментарии к прошлому видео, которое из рубрики Понпон, которое было посвящено моим ужасным историям про то, как я падала в обморок. Очень интересное видео, так что, если вы его еще не видели, советую посмотреть. Ну, а я надеюсь, что вам эта история понравилась. Кажется, я это уже говорила, но повторю еще раз. Если понравилась, то, пожалуйста, ставьте лайки. И пишите, что вам было смешно и стыдно ее слушать. Я надеюсь, что вы хоть чуть-чуть почувствовали вот этот вот момент, вот этот вот. Вот такой вот. Ну, а я с вами прощаюсь. Мы увидимся с вами завтра. А я по-прежнему люблю, целую и обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok